С 1 марта 2017 года в аптеку только с рецептом в руках. Росздравнадзор усилил контроль за соблюдением федерального законодательства в отношении отпуска лекарственных средств в аптеках. Ужесточение правил продажи медикаментов, в том числе антибиотиков, продиктовано обеспокоенностью врачей масштабами распространенности случаев самолечения. Нововведение широко обсуждается общественностью, но врачи уверяют, никаких неудобств это не вызовет. Какие изменения нас ждут и правда ли, что практически все препараты можно будет купить только по документу от доктора, выясняла Елена Семеновичева. То, что ряд лекарственных средств можно приобрести исключительно по рецепту врача, ни для кого не новость. Порядок был утвержден еще в декабре 2005 года приказом Министерства здравоохранения России. А вот ужесточение правил продажи медикаментов, в том числе антибиотиков, мера скорее вынужденная. В последнее время люди все чаще предпочитают лечиться самостоятельно, не обращаясь за квалифицированной помощью. Обращаются каждый день, инциденты, конечно, у нас происходят, это буквально каждый второй гражданин, и приходится отправлять таких людей для получения рецептов к врачу. Очень часто возмущаются, что в большие очереди очень сложно попасть, поэтому проблематично получить рецепты. Чаще всего антибиотики, тем более сейчас такая ситуация, что люди очень часто болеют, и приходят, просят отпустить без рецептов, чего мы сделать, к сожалению, не можем. Также приходят с гормональными препаратами, и самое, наверное, на первом месте препараты – это от давления. Да, очень часто приходят пожилые и спрашивают именно препараты от давления, которые тоже отпускаются по рецепту. Кажется, всё очень удобно и практично. Не надо сидеть в очереди, ожидая приёма у врача, да ещё и реклама подливает масло в огонь, делая наш выбор более уверенным. Но часто в таких случаях мы не достигаем желаемого результата, и уже после проведённого самолечения приходится обращаться в медицинское учреждение. Вот тут-то и возникают серьёзные проблемы. Самолечение, во-первых, оно опасно тем, что возможны побочные действия, то есть в зависимости от того, какой препарат, у них разные побочные действия. Это во-первых. А во-вторых, пациенты, если занимаются самолечением, потом в итоге приходят к нам с пневмонией тяжёлой, дыхательной недостаточностью. Кроме того, по словам Светланы Николаевны, никакого ажиотажа и очередей в поликлинике нет. Если вы заболели и вам срочно нужен рецепт, но талончиков нет, вас в любом случае примут и выпишут все необходимые документы. Хочу сказать, всё зависит, конечно, от докторов. Нас знают, что они в любое время, даже если записи нету, бывает, что прошляпили, лекарства заканчиваются, льготники. Они приходят, у нас вечерний приём, час последний у нас выделяется для работы пациентов с больничными. То есть не всегда бывает всё время занято. Они приходят к концу приёма, всех принимаем, всем всё выписываем. Под гриф только по рецепту попадают далеко не все препараты. Всё, что на витринах аптек, в свободном доступе. А вот большинство обезболивающих таблеток, антибиотики, препараты от давления, сахарного диабета и другие препараты, необходимые для лечения хронических заболеваний, как и прежде, приобрести можно исключительно при наличии документа от доктора. «Хотелось бы обратиться к гражданам, которые приходят, может, где-то обижаются, что им не идут навстречу. И я хочу им сказать, что это в их интересах в первую очередь. Потому что если где-то что-то болит, это значит, что-то не в порядке. Наверное, нужно сначала сходить к врачу, чтобы назначили лечение». Кроме того, настаивая на продаже лекарства без рецепта, покупатели подталкивают провизора на нарушение должностных обязанностей. А за это сотрудник и аптека могут заплатить серьёзный штраф. С 1 января его размер значительно увеличен. К примеру, если за отпуск лекарств определённого ряда до 1 января штраф составлял от 1,5 до 3 тысяч рублей для фармацевта, то теперь он заплатит от 5 до 10 тысяч рублей. Должностное лицо теперь заплатит уже от 20 до 30 тысяч рублей против 5-10 тысяч рублей в прошлом. Юридические лица – от 100 до 150 тысяч рублей. Кроме того, за нарушение правил отпуска лекарств у аптеки могут приостановить деятельность на срок до 90 суток. В настоящее время таких нарушений в окружных аптеках выявлено не было.